Я хотел бы сказать несколько слов о ситуации в межгосударственных отношениях Абхазии и России, которые сложились на данный момент, потому что этот фон важен для того, чтобы понять, какие условия предваряли заключение данного соглашения. К сожалению, я на данный момент не считаю Абхазию независимым государством. Совокупность заключенных соглашений и особенностей конституционного законодательства в своей совокупности привели к тому, что мы оказались обязаны согласовывать свою внешнюю политику. Это закреплено в договоре. Российские органы власти осуществляют пограничный контроль на нашей внешней границе, на реке Ингур, на мосту. Выход в море абхазских судов согласовывается с российскими органами власти. Граждане Абхазии, являясь также гражданами России, участвуют во внутрироссийских выборах, проводимых на территории Абхазии. Наши президенты, депутаты, министры являются гражданами России и также участвуют во внутрироссийских выборах. В наших органах безопасности на постоянной основе находятся работники иностранных спецслужб ФСБ России. Мы используем российский рубль в качестве денежной единицы. Нужно понимать границу между союзническими отношениями и прямой зависимостью. Мы эту границу перешагнули. От каждой встречи официальных лиц с властями России сжимается сердце и возникает вопрос, что уступят на этот раз. На этом фоне наспех, подписанное президентом соглашение, уже не выглядит чем-то удивительным. Оно лишь продолжение, усугубление утери Абхазии и своей независимости. И, безусловно, не должно быть ратифицировано ни в каком виде. А президенту следует уйти в отставку. Сразу тут оговорюсь, зная абхазские реалии, нужно подчеркнуть, что и в действиях предыдущих президентов я не усматривал стремление к независимости и признанию Абхазии. В частности, соглашение о необходимости согласовывать внешнюю политику было подписано при предыдущем президенте. Но ныне действующий президент, министр наслажденных дел, все эти опасения усилили и усугубили. Давайте перейдем непосредственно к соглашению. Абхазия безвозмездно передает в собственность России имущественный комплекс, статья 3, а также в аренду земельной участки на 49 лет. Причем по территории эти участки сопоставимы, если брать пропорцию территории России и Абхазии, с территорией Сочинского района или Республики Ингушетия. Все построенные на этой территории объекты, статья 5, также будут принадлежать России. Теперь рассмотрим, аренда ли это. Нет, это безвозмездная передача. Рубль в год, статья 4, это формальность. Но не это самое страшное. Россия использует этот объект для государственных мероприятий, 6 статья. То есть одно государство может проводить официальные встречи и множество других мероприятий, государственных мероприятий на территории другого государства. Это ненормально. И плюс само осуществляет меры по обеспечению безопасности этой территории. То есть осуществляет исполнительно-распорядительные действия на территории Республики Абхазия. Все воздушные и морские суда, наземный транспорт пользуются иммунитетом от досмотра, 9 статья. Российское подразделение освобождается от налогов, 10 статья. А военнослужащие находятся под юрисдикцией России, 14. Не могут быть привлечены абхазской стороной к ответственности. Военнослужащие России могут применять оружие. Это 18 и 22 статья. И плюс абхазская сторона не может предъявлять претензии России за ущерб, нанесенный культурным историческим ценностям, физическим лицам, недвижимому имуществу. То есть, понимаете, если будет взорвана наша святыня, будет снесен дом крестьянина и так далее, мы и возмутиться не можем. Это соглашение похоже на сепаратный договор, подписанный проигравшей в войне стороной. Грузины и мечтать об этом не могли, что нас сейчас хотят заставить подписать россияне. И мы это до сих пор будем назвать арендой. Аренда – это когда одна фирма арендует у другой фирмы участок и платит за это деньги. Аренда – это когда и до заключения договора, и после его заключения на участок распространяется действие абхазского законодательства. Вот что такое аренда. А что это означает? Это что часть территории Абхазии де-факто переходит России. Это означает, что абхазское государство несуверенно, раз на части его территории властные полномочия осуществляет иностранное государство Россия. Значит, соглашение антиконституционное от начала и до конца. И оно не может быть ратифицировано. И все инициативы по его изменению, на мой взгляд, это оказание помощи тем, кто хочет его ратифицировать. Мы, народ Абхазии, мы являемся носителями суверенитета. Не президент – носитель суверенитета, а мы. И если президент осуществляет действия во вред суверенитету Абхазии, значит, он не является нашим представителем. Он является рядовым российским избирателем, представителем российской власти в Абхазии. А потому, если права населения на полновластие абхазского государства на своей территории будут попираться, мы имеем право на сопротивление. В общем, соглашение категорически подписывать нельзя. Изменять его текст тоже категорически нельзя. Оно просто должно уйти в историю, а нам нужно отношения с Россией пересмотреть и вернуть себе независимость. Пересмотреть таким образом, чтобы мы сохранили с ней военный союз, но вернули бы себе самостоятельность во внешних и внутренних делах. Никакой потальной гармонизации законодательства быть не может. Более того, я полагаю, что и ранее заключенные соглашения неконституционные в определенной части, об этом мы можем поговорить в следующие разы, нам нужно восстановить дружественные отношения с Россией такими, какими они были когда-то. Друг предлагать такое не будет, что нам предложено сейчас. И не нужно бояться их хитрить. С русскими, с россиянами нужно разговаривать уважительно и прямо. Обозначить те красные линии, за которые наш народ заступить не готов. Власть может и готова, но народ не готов. Такой резонанс вызвало это соглашение, но никак его не снимут. От нас, от тех, кто категорически против этого соглашения, все независимо. Очень постараемся, приложим все усилия, чтобы оно не было ратифицировано. СССР прекратил свое существование. И все имущество на территории Республики Абхазия является нашей государственной собственностью. И неважно, в 58-м, 65-м или в каком году этим участком стали пользоваться специальные службы. Я в конце хотел бы сказать, что инициативу по поиску признающих нас государств, которые потенциально готовы нас признать, нужно брать в свои руки. Сомневаюсь, что это будет делаться нынешними, зависимыми властями, но абхазскому народу нужно точно. Продолжение следует...